Как это закон? Законить это плохо в любом случае, потому что Россия эту войну по всей видимости проиграет. Не выиграет уж как минимум точно. Но мы видим с сегодняшнего утра, мы видим, что удары по Крыму уже можно называть системными. Как минимум серийными. А Крым это уже совсем сакральная территория России. Это же такая сакральная Россия, как Ленинград и Владивосток и Крым. Это вот все неделимая, единая, неделимая Россия. Вот прямо скромная. Это не какой-нибудь там Донбасс. И железный купол, который все это накрывает. И совершенно точно могу сказать, что в России дальше будут происходить процессы с российским народом, населением. Будут происходить те же самые процессы, которые происходили в Германии между Первыми и Вторыми мировыми войнами. А вот ты это расскажи. Расскажи, как это будет. Расскажи. Ущемленная нация, обиженная, проигранная войной, обиженная на весь мир за то, что мир не любит со своим ущемленным самолюбием, который будет с ущемленным же самолюбием еще и ударами по Крыму, всему прочему. С комплексом, проигравший империи, жаждущий реванша, который будет сплачиваться вокруг. Она уже сплачиваться вокруг Путина. Совершенно однозначно. И дальше она будет сплачиваться вокруг своего какого-то фюрера. Ну, не так, чтобы там, не знаю, не так, чтобы там убить всех как хохлов, да, нанести по Киеву ядерный удар. Но какой-то реванш-то, конечно, все-таки нужно. Нужно все-таки, конечно, восстановить справедливость и за свое поражение в следующем матче привести нашей сборной победу, да. Вот это вот недопонимание, о котором ты говоришь, они же не понимают, какого масштаба и какого плана будет следующая война после Украины. Они же этого действительно не одупляют. Они думают, что все так и есть. А Украина – это вот что-то типа там какой-то Чечни. Ну, вот в Чечне кто-то там что-то непонятно, кто с кем делел. Ну, и вот в Украине что-то ДНР, ЛНР делят друг с другом. А мы-то не знаем, что там такое особое, да. Ну, вот Макдональд закрылся. Я-то смотрю периодически. Я, в общем, недавно видел, не помню, у кого у меня попался в Ленте опрос уже с молодежью. Потому что раньше-то все эти опросы были там сватниками 40-50-летними. И там все понятно, да, там ничего ждать не приходится. А тут в Москве, в самом богатом, самом развитом, самом продвинутом городе, самая продвинутая прослойка населения там 25 лет, 20, от 20 до 30 лет. И вот среди них опрос. Так они не понимают вообще ничего. Они знают, что в Украине происходит. Не знают, кто с кем воюет. Россия, ну, нас с Россией обижают, нас не понимают. И это вот то, что вырастет потом через 10-15 лет, и то, что будет определять курс России. Курс России не изменится. Фашистское государство. У нас на границах образовалось фашистское государство, которое так и останется. И хорошо еще... Знаешь, я думаю, Путин это еще не самое страшное, что происходит с Россией. Потому что, ну, Путин там умрет своей смертью. Или там сожрут его, не знаю, неважно. Суть-то не в этом. Путин это Николай II. А как мы знаем, после Николая II приходит Сталин, да? Ну, вот, я думаю, что после... Путин-то не сможет развязать такую войну, какую ему хотелось бы. Он действительно этого не сможет сделать. А Рамжан-Кадыр, например, сможет. Или там какая-нибудь помесь Захара Прилепина с Мельчаковым сможет. Они же сейчас пишут, там, скинули мне что-то там на скриншот у Пегова. Я не знаю, Пегов ли это писал или у Пегова писали, я не знаю. Но там уже прямым текстом. Пегов это Art of War, насколько я понимаю. Нет, Пегов это этот... Ну, пропагандист Пегов. В Донбассе, в Донбассе, да, нет. А, другой, другой. Да, да, да. В Баргонзе, да, я прошу, не ошибся. То есть, что вот как только мы закончим с Украиной, мы вернемся обратно в Москву. И не будет больше никаких ни буржуев, ни богатеев, ни олигархов. Все станет общим, все станет нашим народным. И история повторяется, да. Ну, после повторения этой истории, там приходит какой-то Ленин, Сталин, Труцкий. Ну, придет вот новый, либо Кадыров, либо Прилепин, либо, не знаю, Мельчаков, либо, там, не знаю, Дугин, Поп, Смирнов. Я не знаю, кто там придет, да. Либо все это вместе, вот что-то такое слышали, да. И вот он-то уже миллионы мужичков в шинелях с заградотрядами-то завоевывать, закидывать просто Украину трупами, и страны Балтии трупами, и, может, Польшу трупами. Вот он-то погнать уже сможет. Так что я думаю, что 21 век будет в любом случае интересным. И кульминация развязки, она еще впереди, на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова